Здоровье это еще не все, но все без здоровья и ничто. Поэтому ближайшие полчаса посвятим полезной информации. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Каждый год, каждый месяц, каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду в течение нашей жизни происходит неумолимый процесс старения. Мы становимся старше, и в нашем теле происходят изменения, которые ведут к потере энергии, болезням, увяданию кожи. Волосы сидеют и истончаются, а весь организм постепенно изнашивается. Но что, если я скажу вам, что становиться старше еще не значит стареть? Вы можете не только прожить до 100 лет, но и наслаждаться жизнью до самого своего сотого дня рождения, а может быть и дольше. Как это сделать, об этом мы поговорим сегодня. И сегодня мы выполняем данное недавнее обещание рассказать вам о том, как снять код старости. К нам в студию пришли те, кто вместе со мной это обещание давал. Это Наталья Захарова, профессор кафедры гириатрии и возрастной эндокринологии Самарского медуниверситета. И Светлана Булгакова, главный внештатный специалист Минздрава Самарской области по гириатрии. Добрый день, очень рада вас видеть. Добрый день. Добрый день. Хорошо, что прошло не так много времени. Мы в прошлой программе поговорили о том, что такое старость. А сегодня мы поговорим о том, как нам не стареть. И у меня к вам главный и единственный вопрос. Когда в аптеке поступит лекарство, позволяющее нам избежать старости? Нашей задачей не является остановить процесс старения, а нашей задачей является сделать нашей жизни как можно дольше, но при этом сохранять здоровье. То есть быть здоровым. Знаете, как англичане говорят, я чувствую, что я, вернее, я знаю, что я старый, но я не чувствую старости. Вот это идеальный, так сказать, заключение или диагноз в отношении столетнего человека. Если он жизнь вокруг себя ощущает так же, как, ну и молодые люди. И поэтому ждать какой-то волшебный эликсир молодости, таблетку от старости, это совершенно, все это обречено на провал. Этого не получится. Но какие-то советы в отношении сдерживания ускоренного старения, когда мы говорим, что как не стареть, мы не стареть вообще говорим, а именно как нам остановить процесс ускоренного патологического старения, который сопровождается болезнями, недугами, когнитивными расстройствами, нарушениями памяти и целым рядом симптомов. Вот это задача геронтологов, ученых, которые, в общем-то, и предлагают каждый свои рецепты, свои советы. Что касается по геропротекторам, я думаю, вы об этом речь ведете, потому что, чтобы, так сказать, именно препараты, если речь вести о препаратах, которые замедляют старение, то как раз это геропротекторы. Геростарение – протекция защиты, то есть некие защитники от старения. Ну, на самом деле, еще со времен Гиппократа, это 300-й год до нашей эры, уже задумывались о том, каким образом бы продлить жизнь. И на самом деле до сих пор очень много разработок ведется, очень много и наработок имеется. Но ведь у нас же в медицине каким образом происходит первый этап – это исследование на животных. Сначала идут мелкие животные, мыши, крысы, потом крупные обезьяны и так далее, а потом уже клинические исследования на людях. И на самом деле известно много геропротекторов. Но ведь чтобы увеличить жизнь человека, в принципе, на какие группы делятся эти геропротекторы, их выделяют три группы. Почему? Чтобы увеличить жизнь, ведь можно увеличить каким образом? Мы увеличим среднюю жизнь всей популяции. И на самом деле мы увеличим в итоге среднюю жизнь в принципе. Увеличить количество долгожителей – тоже в популяции увеличится средняя продолжительность жизни. Или увеличить, так сказать, возраст минимальный – тоже увеличится средняя продолжительность жизни. И отсюда появились три группы геропротекторов. Но ведь увеличение средней продолжительности жизни, оно к чему ведет? Есть же возраст ассоциированных заболеваний, в том числе и онкологические. Ведь, опять же, четко доказано, что часть геропротекторов, они ведь увеличивают и риск канцерогенеза, то есть появление опухоли, как в латентной, так и в клинической стадии. — Поисками философского камня и эликсира молодости, мне кажется, человечество занималось, наверное, всегда с его появления. И, видимо, не нашли до сих пор, продолжают искать. Ну, опять-таки, из древности очень много рецептов спорных, разных дошло до нас. Это и рецепты Клеопатры, это и много чего можно, наверное, сейчас рассказывать. Вообще, хоть что-то из древности может иметь под собой какие-то веские основания. Не стоит нам купаться в крови девственницы и умываться там с чем-то таким? — Вы понимаете, мы, конечно, пользуемся теми рекомендациями, которые давали наши древние философы. Например, китайская медицина. Там целый ряд заповедей, таких как жить неторопливо, больше двигаться, принимать горячие ванны, не чрезмерно питаться. Это ведь советы самых-самых древних ученых. Там были какие-то такие смешные вещи, как то, что, так сказать, дышать, ну, окружать мужчин, который к этой науке был привержен молодыми женщинами. Так, и целый ряд других моментов. А в целом все советы, вот, и геракомия, и вот эта наука Авиценна, они очень много дают полезных вещей в плане движения, питания, согревания. Это и психологической, так сказать, стабильности. Интересно у них так, что если человек делает зло, то это зло накапливается, и потом оно обязательно к тебе вернется. Причем не обязательно именно к тебе, но и к твоим детям, и даже внукам. И вот эта большая философия, она, в общем-то, строит и праведную такую здоровую жизнь. И я считаю, что у наших древних ученых есть чему поучиться. Я, кстати, читала, не знаю, насколько это научное исследование, что у людей, у 80% людей, у которых рак, они за какой-то период до этого не менее 40 дней пребывали в депрессии. Депрессия, она снижает, во-первых, иммунитет, то есть бьет по иммунной системе. Это первый момент. Второй момент. Очень четко доказано, вот как ни парадоксально, даже снижается костная плотность. Уж за сколько времени нужно пребывать в депрессии, чтобы нанести вот такой урон иммунной системе и костной ткани, я сказать, конечно, не могу. Я думаю, что это все на уровне слухов, но тем не менее, вот именно научная подоплека в этом безусловно есть. Хорошо, ну а все-таки в каком возрасте стоит заняться запуском программы антистарения? Нельзя сказать, что вот если ребенок плохо рос, если он в зрелом возрасте курил, пил, то есть вел неправедную жизнь, что он к старости дойдет, будучи относительно здоровым, и старение его будет благополучным. Поэтому никакие периоды жизни нельзя отнимать, то есть отрывать друг от друга. Мы говорим здоровый образ жизни и старение, то есть программы есть такие, европейские программы, наши программы, программы здорового старения в течение всей жизни. И вот они включают целый ряд аспектов. Там и психологические моменты, и физические, и медицинские очень крупные аспекты. То есть поскольку старение зависит от колоссального количества факторов, то и воздействовать надо, так сказать, в разные этапы жизни. А как вот чисто клинициц, гириатор, а не геронтолог, я считаю, что вот эти программы, конечно, вот какие-то мероприятия более активные надо начинать после 39 лет. То есть в тот момент, когда начинается вот депрессия репродуктивной функции. У женщин это немножко раньше, 50-49 лет, когда начинается климакс. У мужчин это чуть попозже, но именно в этот период идут, так сказать, большие такие изменения, которые требуют от организма определенной адаптации, включения, как мы говорим, вот внутренних программ антистарения, которые называются ВИТАУКТ, ВИТАЖИЗНЬ. То есть вот и насколько у человека развита вот эта система адаптации, настолько он хорошо стареет и принимает вот эти возрастные изменения. Я сегодня, и все мы неоднократно называем слово старение и пытаемся как-то объяснить, о чем мы говорим. Давайте еще раз условимся, что когда мы сейчас говорим о том, что мы не хотим стареть, это не значит, что мы не хотим увеличивать свой возраст. Мы не хотим, чтобы старел наш организм, мы не хотим болеть, мы не хотим деградации мозга. В общем, вот в этом плане мы про антистарение и говорим сегодня. Как по мнению геронтологов, какие технологии антистарения наиболее эффективны, медикаментозные, физиотерапевтические, духовные, может быть, общездоровительные, на что все-таки стоит нацелиться больше? Ну, как гериатр, я бы сразу убрала медикаментозные моменты, потому что, как уже было сказано, нет таблетки, нет препарата. Ну, геропротекторы-то есть. Геропротекторы есть, но, опять же, у ряда доказан канцерогенный эффект, к сожалению, но, что, соответственно, это эффект совершенно нежелателен, это нам, ну, никак не нужно, да. Поэтому я бы остановилась на здоровом образе жизни, то, о чем Наталья Леговна говорила, еще древние нам завещали, завещали, что двигательную активность не менее 2-3 километров в день надо проходить. Ну, конечно, при относительно здоровой сердечно-сосудистой системе и опорно-двигательном аппарате, то есть здесь не надо, так сказать, насиловать организм и через боли, через задышку, через гипертензию и так далее этим заниматься. Но, тем не менее, доказано, что приблизительно 20 километров в неделю очень бы неплохо было по двигательной активности. Далее передерживаться рационального питания. Вот раньше были сторонники гипокалорийной диеты, ну, с чем согласиться, вот как эндокринолог, в том числе, не могу. Питание должно быть сбалансированное по белкам, жирам, углеводу, и соответствовать колораж должен физической активности и, опять же, возрасту того человека, кому мы рекомендуем данный рацион. Очень хороша в данном контексте средиземноморская диета, и не просто так в 2010 году она признана ЮНЕСКО национальным культурным достоянием. Это единственная диета, признанная вот таким образом ЮНЕСКО. В чем она заключается? Заключается в том, что это много углеводов, именно нелегко усвояемых углеводов, а наоборот, это грубо волокнистая пища, это каши, это крупы, это овощи, это фрукты, то есть это сложные углеводы. Немного мяса, несколько раз в неделю всего лишь, рыбы, птицы, но зато жиры составляют 30-35% колоража, и это растительные жиры, то есть это оливковое масло. То есть здесь мы что делаем? Мы уходим от полинасыщенных жирных кислот к ненасыщенным жирным кислотам, тем самым снижаем холестерин, и как вот казалось бы непарадоксально, при таком проценте жиров в диете, на самом деле мы еще и снижаем вес тела, потому что способствует выведению холестерина. Далее, что еще в здоровом образе жизни, это отказ от вредных привычек, разумеется, это курение, алкоголь, наркотики, то есть это, конечно, нет. И, разумеется, психоэмоциональное состояние должно быть очень, так сказать, уравновешено, то есть отказаться от стресса. Понятно, что мы живем в век стресса, понятно, что это не так все просто и легко сделать, но тем не менее надо постоянно себя настраивать на то, чтобы не входить в стресс, способствовать различным релаксационным мероприятиям, учиться этому, учиться позитиву, больше улыбаться, больше воспринимать именно позитивные информации, нежели негативные. Вот таким образом я считаю, что именно здоровый образ жизни является тем мощным геропротектором, нежели медикаментозные какие-то моменты, физиотерапия и так далее, так далее. Мы из прошлой программы услышали, что со временем, с возрастом в организме накапливаются свободные радикалы, и именно этим объясняется то, что у человека может появиться различные болезни, такие как атеросклероз, артрит, болезнь Альцгеймера. Ну, коль скоро эти свободные радикалы наши враги, как мы услышали, то, значит, должны быть наши друзья, способные уничтожить их. Вот, во-первых, что является антиподом и как нам этих друзей накопить у себя? На самом деле антиподом являются антиоксиданты, это ни для кого не секрет. Антиоксидантов много, это естественные антиоксиданты, которые есть у нас в организме, потому что свободные радикалы, на самом деле, они участвуют в нужных и важных реакциях в организме в течение всей нашей жизни. Но они убираются вот этими антиподами, естественными антиоксидантами, которые входят в структуру клеток нашего организма в норме. Если их становится мало, антиподов, да, ну, соответственно, накапливаются свободные радикалы, и это вот эта свободная радикальная теория старения. И, конечно, активный кислород, конечно же, разрушает клетки, что, опять же, способствует старению. Какие антиоксиданты есть? Ну, в основном это витамины, это витамин А, витамин С, витамин Е. Кроме того, доказан антиоксидантный эффект у мелатонина, витамин Д тоже сейчас относится, плюс ко всему еще и к антиоксидантам. Но что нужно отметить, опять же, у нас первыми идут исследования на животных. И доказано, что хорошие дозы антиоксидантов, к сожалению, имеют канцерогенный эффект. Вот, и вот просто вот опасно увлечься этим и принимать бесконтрольно все эти витамины наполнятиями свой организм. Конечно, конечно, и опять же, витамины бывают разные. Они бывают синтетические и натуральные биологические витамины. Вот синтетические витамины, они не очень благоприятны для организма. Поэтому увлекаться, разумеется, не стоит. Мы очень любим в интернете, по телевидению смотреть материалы про долгожителей, про людей, которые просто долго живут, а они сохраняют свежий ум, бодрость духа. Страшно не просто стареть, болеть, а страшно, что ты не будешь сохранять нормальный интеллект, разум. Можно ли, обязательно ли это случиться? И что можно сделать, как можно потренировать свой мозг для того, чтобы не дойти до такого состояния? Знаете, вот у нас на кафедре проходила работа, была защищена диссертация, где мы изучали наших самарских долгожителей. Но я могу сказать, что вот таких сенсационных открытий в плане стиля жизни, особенности питания, особенности каких-то чрезмерных физических нагрузок мы не отметили. Но что объединяло их всех, это вот их психологический статус, это позитивный взгляд на жизнь. Понимаете, вот доброжелательное отношение к окружающим, вот в общем-то вера в светлое будущее. То есть это очень позитивные, творческие, не в плане творческие, что они занимаются наукой, книгу пишут, но они имеют какой-то живой интерес в этой жизни. То есть какие-то кто-то даже вот занимается огородом, кто-то благоустройством своего дома. Это же тоже определенное творчество, но они не пассивны. Если говорить об особенностях питания, то единственный момент мы отметили, что многие пожилые люди, наши долгожители, с какого-то возраста заменили сахар на мед. Это вот один такой маленький штришок. И потом в отношении даже такие изучали моменты, как брак, сколько раз они женились, сколько они. И оказываются люди, ну максимум два раза. И то смена, так сказать, супруга происходила в связи со смертью вот какого-то близкого человека. То есть не было такого многобрачия. То есть смена супругов не увеличивает долголетие? Но мы у наших долгожителей этот факт не нашли, не заметили. Значит, этот пункт вычеркивается. Вычеркивается из программы антистарения. Потом миграция, переезды. Как правило, люди все-таки там, где они живут, меньше всего переезжает. Вот среди них больше долгожителей. Потому что, вот понимаете, человек это живое существо, оно подвержено каким-то и внутренним часам, внутренним стереотипам. И когда эти стереотипы не меняются годами, и люди живут, приспосабливаются и живут дольше. А в отношении их каких-то особых, ну генетических таких наследственных моментов, конечно, этот факт имеет место. То есть вот у женщины мы нашли 48% среди наших долгожительниц, которые имели в роду тоже долгожительниц. А мужчин чуть побольше, даже 52. То есть вот этот момент тоже следует учитывать. Но это не для того, чтобы был какой-то, ну как фатализм, что мои родственники мало жили, и мне невозможно прожить долго. Просто нужно всмотреться в свою жизнь, посмотреть, каковы причины такой короткой жизни близких людей. И вот на эти причины можно воздействовать достаточно рано. И вот развитие такой предиктивной медицины, когда определяется твой, так сказать, генетический код, это сейчас очень модное направление, антиэйч-терапия, вот все эти конгрессы, которые, как они называют, ну индивидуальные, так сказать, рецепты для каждого человека. Но я хочу сказать, что этого не следует, может даже и делать, понимаете? Потому что, ну, например, такая ситуация. Человек узнает, что у него имеется ген, который определяет, ну, раннее, так сказать, прекращение жизни из-за каких-то серьезных болезней. Это же как шагренивы кожи, это как психологический такой момент. Недаром судьба-то от нас скрыта. Да. Я вот считаю, что человек должен не тратить огромные деньги вот на эту диагностику, а должен жить и следовать совершенно здоровым и хорошим рекомендациям и современных врачей, геронтологов, и даже ученых из древности. Наталья Олеговна, ну а все-таки вот возвращаясь к болезни Альцгеймера и прообразам, вот эти все разговоры про то, что нужно на пенсии начинать разгадывать кроссворды, учить языки. Мозг, он ленится, что его надо прямо заставлять насильно и тренировать. Может это помочь? Есть в этом смысл какой-то? Я считаю, конечно, есть. Но может быть не только на пенсии, а гораздо раньше. Не давать своему мозгу, так сказать, отдыхать. Расслабляться. Расслабляться. Вот первый курс студенты, они много всего учат, а к шестому курсу уже смотришь, они такие вялые. Потом они приходят на работу, и человек вообще, так сказать, все меньше и меньше напрягает свою мыслительную способность. А вот это неправильно. Ведь мы акцент делаем на движение, а для мозга движение – это мышление. И, конечно, человек должен вот как-то решать такие вопросы, не давать себе вот такого покоя. И факты уже изучены, что вот дольше всех живут академики, понимаете, ученые, люди, которые, ну, до конца своей жизни занимались интеллектуальным трудом. Это очень доказанный, важный факт, и совершенно он не связан ни с какими геропротекторами и таблетками. Не выпросила я у вас сегодня какого-то секрета, секретной таблетки от старости или эликсира молодости, но на самом деле мы вместе со зрителями сегодня получили очень много, на самом деле, важных, на первый взгляд, простых, а действительно важных советов, которые, наверное, каждому из нас могут помочь. Я просто хочу сказать, что исследования-то вот этих факторов ведутся на животных. Это и теломераза, это и клеточные технологии. Исследования ведутся очень широко, но они ограничены только животными. То есть в этом направлении перспектива огромная. Когда это будет? Когда-то это будет. Ну, как только что-то узнаете, пожалуйста, придите к нам об этом и рассказать сразу, незамедлительно. Спасибо вам огромное. Будем заканчивать. Вот сегодня несколько раз у наших гостей прозвучала такая мысль, я попробую сейчас ее сформулировать. Доказано, что оптимистичный взгляд на мир продлевает жизнь на годы. Но причины понятны. Люди, ко всему относящиеся с интересом и без уныния, легче переносят стрессы. Их реже настигают такие недуги, как инсульт или инфаркт. Поэтому позитив – это залог нашего долголетнего позитивного несуществования. Нет, все-таки жизни. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин